Христианский приветствия И тема конференции была о ступенях ученичества, и мне там пришлось говорить о влиянии, тема влияния, насколько Слово Божие влияет на нас, как кто-то на нас повлиял более духовно, зрелый христианин, помог нам сформироваться, и как наша задача теперь влиять на следующее поколение, быть может, даже на неверующих людей при встрече с ними, чтобы приводить их ко Христу. Знаете, то знаменитое место, когда Иисус Христос беседовал с Никодимом, который был, как мы его часто привыкли называть, да, тайный ученик Иисуса Христа. Он не осмелился прийти ко Христу днем, потому что он занимал высокий пост в иудаизме, да, там, и он побоялся, он был, он был, понимал, что Христос это тот, кто должен был прийти, но побоялся признать его публично. И знаете, в беседе с ним Христос сказал ему такие слова, это третья глава Евангелия от Иоанна, шестой стих. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Девятый стих. Ниходим сказал ему в ответ, как это может быть? Как это может быть? И следующий стих. Иисус отвечал и сказал ему, ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Я всегда думал, интересно, что же должен был знать Никодим? А оказывается, в книге пророка Экклесиаста, 36 глава, 26 и 27 стихи, «Бог уже тогда израильскому народу пообещал и сказал, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю, что вы будете ходить по заповедям моим, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вы заметили, что уже здесь было сказано, что Бог сказал, что Он Духом Святым или Своего Духа даст человеку, а даже не просто даст, а Он войдет в их сердце. И это созвучно с темой нашей конференции. Дух Божий живет в вас? Сегодня прозвучал этот вопрос. Вообще, если говорить о Духе Святом, мы понимаем, что это Бог. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Дух Святой – это одна из личностей Троицы, и очень часто мы меньше обращаем на Него внимания, поскольку Его задача и Его работа – привлечь человека внимание на Бога и на Иисуса Христа, на жертву. И он меньше заботится, чтобы внимание было оказано Ему. Я помню, кто-то сказал, что один из великих людей, когда он слышал, что кто-то произносил слово «Бог», он снимал шляпу и смотрел вслед этому человеку, пока тот не скроется из виду. Настолько у него был трепет перед Богом. Я думаю, не меньший трепет у нас должен быть перед Духом Святым. Как я уже сказал, что Дух Святой – это личность, это Бог. И мы в Библии им очень много подтверждений можем найти. Он назван утешителем, он возрождает, он учит, он свидетельствует, он говорит и призывает. Его можно огорчить как личность, его можно оскорбить, даже солгать Духу Святому. Вы помните, да, пример с Ананией и с Апфирой. И даже похулить тот грех, который не прощается. Интересно, почему же Бог настолько требует отношения или настолько высоко поставил именно Дух Святой? Потому что благодаря Нему, благодаря Нему только каждый из нас понимает Писание. Благодаря Духу Святому мы покаялись. Если кто-то еще не покаялся, благодаря Него именно Он будет стучать в ваше сердце, именно Он будет показывать вам то, что вы не можете увидеть плотскими очами. Еще раз хотел подтвердить, что Дух Святой – это Бог. Он участвовал в сотворении. Он, как я уже сказал, возрождает человека. Он везде сущ, Он всемогущ, и Он может, Он может все и знает все. Работа Духа Святого в Ветхом Завете, как я уже сказал, это было в участии творений, а также Он наделял сверхъестественной способностью каких-то мужей Божьих для совершения определенного дела. Именно Дух Святой руководил пророками в написании тех слов святых, которые дошли до нас. Именно Дух Святой говорит через Писание и открывает нам эти картины, как вчера была показана Библия. Можно читать Библию и не видеть в ней никаких картинок. А можно читать, и она будет рисовать вот эти образы, и мы будем трепетать, и, может быть, даже лить слезы. Именно Дух Святой это делает. В Новом Завете работа Духа Святого началась с самых первых дней Иисуса Христа. Он был зачат от Духа Святого, помазан Духом Святым, он был вводим Духом Святым, он принес себя в жертву Духом Святым, и он дал повеление апостолам Духом Святым. Насколько это было гармонично. После Дня Пятидесятницы Дух Святой имеет определенную задачу – прославить Иисуса Христа, донести до каждого сердца жертву Его. Он прославляет Иисуса Христа. Он обличает грешника. Он производит возрождение. Он дарует уверенность в спасении. Он дает победу над грехом. Он производит плод. Плод же Духа. Не плоды, а один плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Сами мы никогда такой плод не сможем принести. Только с помощью Духа Святого, если Он живет в нас. Знаете, мы все пользуемся GPS-ами, особенно здесь, в этой стране. Они у нас в телефонах, в машинах, везде. GPS выполняет определенную функцию. Когда нам нужно доехать с пункта А в пункт Б, мы ставим этот адрес и слушаемся его. Иногда мы его не слушаемся, GPS, потому что мы уже знаем дорогу, мы знаем, где можно трафик объехать. И мы где-то его не слушаемся, и мы знаем, как GPS нам постоянно говорит – или развернись, или поверни. А мы его просто упрямо не слушаем. Дух Святой дан нам для того, чтобы нас привести к Богу, чтобы нас не только привести к Иисусу Христу, но привести в вечность, где мы вечно бы Его могли прославлять. Дух Святой, именно Дух Святой наделяет дарами для служения в Церкви. Мы не делаем, что мы хотим. Мы не все поем, мы не все играем, не все проповедуем. Но мы каждому что-то, именно Дух Святой дает вот эту грань, которой Он мог бы служить в теле, в Церкви Иисуса Христа. Дух Святой помогает в молитве. Мы не знаем порой молиться, как должно. Именно Дух Святой, Он ходатайствует за нас, Он помогает нам, Он наставляет и ведет верующих. И буквально на каждый вот этот пункт, который я сказал, есть много мест в Священном Писании, которые подтверждают это. Дух Святой делает Христа и совершенное им искупление реальным для нас. Главная задача Духа Святого состоит в том, чтобы вызвать им из мира и собрать Церковь в невесту Иисуса Христа, да, в одно тело, чтобы там прославлять Его. И после Дня Пятидесятницы не мы ждем Духа Святого. Когда-то Иисус Христос сказал ученикам, что для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что если я не уйду, Он не придет, Дух Святой, но Дух Святой, Он может обитать везде, одновременно. И Его задача создать вот это тело. Именно Он участвует с самых ранних этапов до того, как человек войдет в вечность. Хотел бы немножко сказать о крещении Духом Святым. В нашей динаминации мы как-то, не то чтобы избегали эти термины, но мы как-то сторонимся их немножко, потому что они искажены другими динаминациями. Люди часто говорят, что если ты христианин, ты должен иметь крещение Духом Святым, должны быть какие-то видимые плоды, говорение на иных языках или еще что-то. Мы это ничего не отрицаем. Это действительно было, имело место и имеет, возможно, и место там, где Бог хочет это делать. Но в основном это уже Дух Святой совершил, Бог создал церковь, и Он только это делает, где необходимо. Это не обязательно иметь каждому. Крещение Духом Святым – это погружение. Помните, когда Иоанн крестил в покаянии? Он говорил, что приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. «Покайтесь», и люди каялись, и как бы подтверждая свое покаяние, они принимали крещение в Иордане. Мы знаем об Иисусе Христе, что Он не каялся. Он принял крещение и вышел из воды, потому что не было нужды в покаянии. Здесь покаяние, оно как бы символизировало то, во что погружался человек. Дух Святой, Он погружает христианина в церковь, в тело Иисуса Христа. Как в нашем теле много членов, так и в теле Иисуса Христа. У каждого есть функция та, которую Бог ему предопределил. Что же такое крещение Духом Святым? Бог Христос сказал своим ученикам Иоанна, 14 глава, 16 стиха. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Посмотрите, какая гармония. И это делает Дух Святой. Он объединяет, Он соединяет воедино нас с Богом. Мы каждый месяц вспоминаем через видимые знаки ту цену нашего спасения через хлеб и вино. И опять же, это подтверждает наше единение с Богом. Именно Дух Святой открывает наши духовные глаза, чтобы мы увидели ценность и то, что Бог для нас оставил. Для чего это для нас Он все оставил? Крещение Духом Святым. Очень важно, чтобы быть в церкви и чтобы быть в вечности с Иисусом Христом. Вне церкви нет спасения. Вне церкви невозможно быть со Христом, потому что все, что Бог дал церкви, Он дал Иисусу Христу. И только чтобы, принимая Иисуса Христа, и чтобы распространялись все вот эти обетования на нас, необходимо, чтобы Дух Святой совершил эту уникальную работу, погрузил нас в тело, в Иисуса Христа. И что же в Иисусе Христе? Жизнь вечная. Это та вечная жизнь, которую потерял Адам и первые люди при первом грехопадении. Они потеряли ее, и Бог ее возвращает нам в Иисусе Христе. Иисус Христос назван последним Адамом. Первый Адам принес нам грех, разлучение с Богом, разрыв, смерть. А последний Адам возвращает нам все, но только через принятие Его. Об Иисусе Христе говорится, что в нем была жизнь. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. И имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Следующее, что я хотел отметить, в Иисусе Христе есть искупление. Искупил нас во Христе и Иисусе. Далее стих говорит, что от Него и вы во Христе и Иисусе, который соделался для нас искуплением. Нет-нет, мы не сами искупили свои грехи. Это сделал Иисус Христос. И принимая Его жертву, это распространяется на верующего. Благодаря Духу Святому. Который делает это реальным для нас. В Иисусе Христе прощение грехов. В котором, Колоссянам 1 глава 14. В котором мы имеем прощение грехов. В Иисусе Христе. В котором мы имеем прощение грехов по богатству, благодати Его. Это говорится Ефесянам 1 глава 7 стих. Освящение. Мы никогда не достигнем той святости сами. Праведность наша, как запачканная одежда, говорит Библия. Но в Иисусе Христе это возможно. И это только возможно благодаря Духу Святому, который открывает наши глаза, который присоединяет нас к этому. Участие в нашем спасении. Освящение. Церкви Божьей, освященным во Христе. 1 Коринфянам 1 глава 2 стих. Не просто Церкви Божьей. Не просто освященным. Но во Христе, вне Христа, нет спасения. Во Христе еще есть благодать. 1 Коринфянам 1 глава 4 стих. Ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, Дух Святой делает это реальным, когда погружает человека в тело Иисуса Христа. И вот эти все, все, что мы перечислили, распространяется на Него. Как я уже сказал, вне Христа, вне Церкви нет спасения. Во Христе есть мир. Как много людей сегодня, которые не имеют мира, имеют вражду, не имеют спокойствия. Но во Христе Иисусе этот мир. Мир вам всем во Христе Иисусе. 1 Петра 5 глава 14 стих. Мир можно иметь только во Христе. Вне Христа его никогда не будет. Ибо Он есть мир наш. Ифисянам 2 глава 14 стих. Бог во Христе примирил с Собою весь мир. Опять же, во Христе невозможно иметь мир. Далее, любовь. Любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе, писал апостол Павел. Далее говорится, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Если мы во Христе, ничто действительно не может отлучить нас от Него. В Иисусе Христе праведность, которая также распространяется на всех, кто принял Его как личного Спасителя. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который соделался для нас праведностью. Иисус Христос, единственный праведник, Который смог исполнить закон, угодил Богу, смерть Его не удержала. И вот эта праведность распространяется на всякого верующего в Него и принимающего Его. В Иисусе Христе мы имеем усыновление. Как хорошо быть родным, да, сыном или дочерью в семье. Но еще лучше и еще выше. Это ни в какое сравнение не входит, когда мы родные становимся Богу. И Христос, это как первенец, да, назван. В Нем, вот это мы получили усыновление, Ефесянам 1 глава 5 стих, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Слава Ему за это. В Иисусе Христе полнота. Говорят, что на земле никогда люди не достигнут того счастья, той гармонии, той полноты, потому что лимит всегда возрастает. Человек достигает чего-то, и он уже не видит в этом ценность, он ставит новые горизонты. Но в Иисусе Христе, Библия говорит, всякая полнота. Имея Его, можно иметь полную уверенность и гармонию, и счастье, и смысл, и цель в жизни. В Нем обитала всякая полнота Божества телесно, Колоссянам 1 глава 19 стих. И еще можно многое и многое перечислять, что в Иисусе Христе. И Бог посредством Иисуса Христа, посредством Духа Святого, может сегодня, и дал уже это всем нам, верующим во имя Его. Мы часто видим в нашей церкви, как люди принимают крещение, как они заявляют о том, что они хотят умереть для прежней жизни и восстать для новой. И возможно, мы не знаем точно, но возможно, это в этот момент как раз Дух Святой присоединяет и погружает человека в церковь, когда вот эти все обетования распространяются на Него. В Иисусе Христе есть безопасность. Дух Святой, Он запечатлел нас. Я думаю, часто мы встречались с такой ситуацией, когда, быть может, мы хотели купить или машину, или, может быть, какую-то вещь, и мы подходим, и на удивление, из всего выбора нам понравилась единственная вещь, но на ней висит табличка. Какая вы думаете? Продана. Как бы мы ее не желали, мы ее никогда не получим. Вот Дух Святой, Он вот эту табличку, можно сказать, образно вешать на того человека, который принадлежит Богу, и тогда действительно никто не может похитить из Его руки. Но важно слушать Его голос, не так, как мы порой слушаем GPS на наших дорогах. Слушать Его голос, исполнять все, что Он говорит. Немножко позже мы скажем, какие грехи бывают против Духа Святого. Можно Его огорчить, да мы их перечисляли уже. Дух Святой, Он ставит печать, да, которая говорит, что это собственность чья-то. Это не просто солд, но Он дает депазит, или как бы залог Духа Святого каждому из нас. Это частица Бога, частица неба уже здесь, на земле. И когда Бог придет, Иисус Христос придет за святыми, за кем Он придет? Он придет за теми, в ком есть этот Дух. Потому что в ком Его нету, тот не составляет этой ценности. Как важно, чтобы Дух Святой был в нас, и мы были под Его четким и руководством. Как я уже сказал ранее, что есть грехи против Духа Святого. И они очень распространены. Да, быть может быть, хула – это самый большой грех, мы на нем не будем останавливаться, но есть такие грехи, как оскорбление или огорчение или угошение. Это самый распространенный грех христианина, который имеет побуждение что-то сделать. Знаете, да, у Якова написано, 4 глава, 17 стих, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Не всегда грех то, когда мы что-то сделали неправильно. Грех может быть то, когда мы ничего не сделали, а вернее, не сделали то, к чему побуждал нас Дух Святой. Как бы хотелось, чтобы я и вы были под вот этим руководством Духа Святого, чтобы мы понимали, какая действительно великая ответственность нам дана, какая привилегия нам дана, чтобы мы образно снимали шляпу, когда размышляли всякий раз о Боге с трепетом и никогда не привыкли к этому, потому что Дух Святой делает реальным наше спасение. Именно Дух Святой открывает нам Писание. Он обличает мир во грехе. Вспоминаю, когда мы были совсем молодыми, посещали вот эту конференцию, была проповедь, и брат, который проповедовал, он сказал, молодежь, вам не нужно ломать голову, где же вы поступили не так. Дух Святой конкретно показывает это. Ваша задача только сделать к нему шаг вперед, покаяться, оставить и быть послушным Его голосу. Пусть Господь благословит вот это служение, пусть Господь благословит мое и ваше сердце, чтобы мы проверили себя сегодня, ответили себе на этот вопрос. Живет ли Дух Божий в нас? Я знаю, среди нас, молодежи, есть много людей, которые могли бы и хотели бы сейчас помолиться вслух. Давайте мы сейчас, у кого, кто есть такое желание, возвысим голос, поблагодарим Бога, помолимся, прославим Его, и я в конце закончу. Аминь.